Детское радио представляет Будь ты молод или стар Конечно ты любишь футбол Паса дай сильней удар Ревут трибуны, им нужен гол Гол, 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 забить нам нужно Слушай программу Футбол для дружбы Ну, хоть вы и совсем юные болельщики Вам наверняка знакома эта музыка Да-да, все футбольные матчи в России начинаются именно с нее А дело было так Пришел к композитору Матвею Блантеру один известный человек И попросил его написать футбольный матч Было это почти 80 лет назад А человеком этим был тот, с которого началась в нашей стране Школа спортивного репортажа Первый тайм Физкульт, привет! С вами, как всегда, Захар, футбольный комментатор Детского радио Давным-давно, когда даже ваших прабабушек еще не было Жил-был человек, влюбленный в спорт А когда по стране стали повсеместно устанавливать радиоточки Решил он сделать так, чтобы все люди могли следить за футбольными баталиями То есть решил он соединить спорт и радио Звали этого человека Вадим Синявский И вот 26 мая 1929 года впервые в стране из радиоприемников прозвучало Внимание! Говорит Москва! Мы ведем репортаж с футбольного матча сборных команд Москвы и Украины А еще через 6 лет комментатор провел первый зарубежный футбольный репортаж О матче против команды Турции Когда Синявский рассказывал о футболе Вся страна буквально прилипала ухом к приемнику Что, Ваня, какой телевизор? О чем ты? Не было тогда телевизора, в том-то и дело Вы представьте себе, каким мастерством должен был обладать комментатор Чтобы, слушая радио, люди могли представлять себе все, что происходит на поле А ведь был случай, когда Синявскому даже пришлось вести репортаж с дерева На стадионе Сокольники не было комментаторской кабины Вот забрался он на елку, привязал микрофон к ветке И в середине первого тайма, баба, сорвался и упал на землю Но вскочил на ноги, забрался обратно и вся страна услышала по радио Дорогие друзья, не волнуйтесь, мы с вами, кажется, упали с дерева Перерыв Ну, если жизнь Вадима Синявского была целиком отдана радиорепортажам То в биографии его ученика Николая Озерова сначала был спорт и художественный театр Сейчас такое, конечно, сложно представить Профессиональный актер знаменитого театра МХАТ И он же многократный чемпион страны по теннису Это как если бы, ну, допустим, Дмитрий Дюжев еще играл бы и за «Зенит» Ну, допустим, на месте крайнего полузащитника И вот как-то раз Синявский говорит Озерову Пойдем-ка, Коля, наверх, в кабину Будем из тебя делать комментатора Второй тайм Поначалу неопытный Озеров не успевал за мячом Что, Марин? Да нет, не бегал он по полю с микрофоном Задача-то у него была не из легких, согласитесь А рассказывать все, что происходит в матче Мы же помним с вами Тогда было только радио Телевидения-то не было Вот примерно с такой скоростью Надо было излагать события футбольного поединка Вскоре любовь к спорту чудесным образом объединилась в Озерове с его актерским талантом И следующие почти 40 лет Обо всех больших победах и поражениях наших спортсменов Люди узнавали именно от него Николая Озерова Народного артиста И заслуженного мастера спорта Все называли его дядя Коля Он был очень добрым человеком Дома у дяди Коли висела большая карта мира И когда он выезжал с нашей сборной в другие страны мира То всегда помечал их флажком На этой карте их скопилось 49 Дядю Колю любила вся страна Когда он приходил на стадион Трибуны вставали и аплодировали ему Странно? Да, он не забивал мячи Не отдавал красивые пасы И даже не спасал ворота от верного гола Но секрет этого обожания Давно раскрыли нам и спортсмены И болельщики тех времен Даже в безнадежных ситуациях Он всегда верил в нашу победу И вот очень хочется пожелать этого тем Кто будет комментировать матчи нашей сборной Радуйтесь победам наших футболистов так Как это делали Вадим Синявский и Николай Озер Ну, ну, удар! Гол! Советские спортсмены открывают счет И старт понедельник Направляет мяч ворота Ну, а с вами был Захар Оле-оле и, конечно же Гол! Будь ты молод или стар Конечно ты любишь футбол Паса дай сильней удар Ревут трибуны, им нужен гол Гол-гол-гол Забить нам нужно Слушай программу Футбол для дружбы Футбол для дружбы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...